добрый день уважаемые коллеги рад всех видеть в этот солнечный и не слишком жаркий летний день и сегодня мы закрываем и наш весенний весенний летний сезон вебинаров и тему корректировки или на самом деле можно честнее сказать повышение налогов которая была одним из если не самым главным вопросом макроэкономической политики на стороне правительства точно в этом году и то что будет определять налоговую бюджетную политику на ближайшие шесть лет как запланировано как запланировано в государственной политике по данному вопросу соответственно в прошлом вебинаре мы достаточно подробно разобрали ситуацию с ндфл введение прогрессивной ставки и возможные развилки и влияние не только и не столько на экономику потому что если мы посмотрим на чистый финансовый эффект он не слишком большой то есть порядка полутриллиона рублей наверное с учетом инфляции побольше как мы уже обсуждали то есть наверное ближе там 0 7 0 8 триллиона в первый год и скорее там важно удовлетворение общественных запросов и некоторая корректировка налогообложения высоких заработных плат а вот что касается повышения налогов на налога на прибыль и замену некоторых временных налоговых мер введенных в последние два года тут ситуация совершенно другая потому что здесь есть явный большой фискальный эффект это достаточно сильно скорректирует очень многие аспекты деятельности в первую очередь крупнейших корпораций и собственно говоря об этом наш доклад и это мы потом обсудим с нашим гостем антоном свириденко руководителем института столыпина и соответственно поговорим про то как это повлияет на экономику в целом и какие возможные меры могут быть приняты потому что чем как бы хороша налоговая система что с одной стороны как бы базовые принципы закладываются на несколько лет вперед но например снизить налоги или скорректировать какие-то вычеты не вернее не снизить налоги а например увеличить какие-то виды отчислений и вычетов это делалось и делается поэтому как бы если какие-то решения слишком жесткие или избыточные то наверное корректировка возможно быстрее чем во многих других вопросах соответственно предоставляю слово анастасия викторовне подругиной автору доклада и доценту высшей школы экономики и соответственно дальше мы после импульс доклада собственно говоря с нашим гостем и со слушателями обсудим вопрос корпоративного налогообложения добрый день коллеги рада вас приветствовать почему-то с конца сбустилась презентация сразу спойлера да собственно сегодня поговорим про повышение корпоративных налогов и основной такой красной нитью через весь доклад будет проходить идея да ну мы будем сравнивать повышение корпоративных налогов не просто со старой системы а все-таки в контексте тех временных мер которые существовали в 22 23 годах давайте начнем с разговоров о том предложенная шкала ндфл это конечно ложь не ндфл а нового корпоративного налогообложения да что какие изменения нас ждут предложены минфином ну во первых это рост ставки налога на прибыль тест 20 до 25 процентов соответственно вот вся часть добавочек вот эти пять процентов они будут направляться в федеральный бюджет с 2030 года и еще один процентик от региональных еще один процент от этих сборов будет направляться в региональный бюджет да соответственно в первую очередь растут сборы именно федеральный бюджет на ближайшие пять лет региональные сборы остаются на прежнем уровне кроме роста налога на прибыль из серьезных тоже таких изменений это рост налоговой нагрузки по налогу на добычу полезных ископаемых и это рост налога на добычу железной руды калийных фосфорных солей то есть удобрений алмазов золота природного газа ну в общем таких понятно ключевых для нашей страны полезных ископаемых за исключением нефти и еще одна такая тоже большая серьезная мера это введение ндс для предприятий на упрощенной системе налогообложения здесь предполагается что часть предприятий на упрощенке начиная с определенной суммы доходов годовых будет платить ндс тоже там от 60 миллионов 5 процентов от 250 не изменяет память 7 процент то есть ндс будет снижен и по сравнению с общей системой налогообложения но тем не менее он появляется вообще для предприятий на упрощенке для малого среднего бизнеса что по идее должно обеспечить более плавный переход бизнеса при его росте на основную систему налогообложения при этом помимо просто повышения налогов предложен ряд стимулирующих мер которые должны по задумке нивелировать некоторые эффекты повышения налогов на инвестиции до негативные эффекты которых мы позднее и стимулирующих мер соответственно какие тоже основные понятно что там есть много достаточно деталей и в рамках повышения налогов в рамках стимулирующих мер но основные такие это пониженная ставка налога на прибыль для идти компаний это повышение коэффициент расходов для расходов на неокр раньше они засчитывались за полтора теперь за 2 до соответственно любые расходы на неокр вычитаются с коэффициентом 2 теперь и это федеральный инвестиционный налоговый вычет который пока не очень понятно как будет работать по последним данным там у нас в докладе в тексте когда будет опубликован вы сможете увидеть ссылки последним данным похоже что этот вычет будет работать только для проектов технологического суверенитета с которыми на самом деле пока нет широкой практики о том а какие проекты признаются проектами технологического суверенитета понятно что есть там список направлений это все есть но именно широкой практике о том что вот столько проектов нас признанные они получают соответствующие льготы пока ее не сложилось но тем не менее похоже что мы когда увидим полную спецификацию этого федерального инвестиционного налогового вычета мы увидим его только для проектов технологического суверенитета но и он ограничить ограничен по размеру дает не более пяти процентов вот это те пять процентов которые дополнительно поступают федеральный бюджет то есть пять процентных пунктов и пять процентных пунктов конечно да имеется ввиду да вот у нас 20 процентов это ставка налога на прибыль которая 17 из которых ходят в региональный бюджет 3 федеральный как было раньше теперь 25 процентов из них 17 по-прежнему ближайшие пять лет уходит региональный бюджет и 8 федеральный и вот из этих восьми процентных пунктов да если можно так сказать 5 могут стать базой для вычета в 2022 2023 годах фискальная система тоже претерпевала ряд изменений но это все были такие изменения не фундаментальные не не реформа навсегда а некоторые временные меры конечно текущие изменения налоговой системы надо рассматривать в контексте того что происходило в 23 22 23 годах две ключевые меры которые можно назвать которые были применены в 22 23 годах это курсовые экспортные пошлины и это налог на сверхприбыль да что касается курсовых экспортных пошлин они соответственно были введены в 23 году и идея такова что чем более слабый рубль тем больше курсовая экспортная пошлина то есть экспортеры делятся сверхприбылью по сути все также да от более слабого курса рубля экспортеры на более слабом курсе рубля зарабатывают ну и как бы делятся этой прибылью с государством за 23 год на самом деле они принесли не очень большую сумму около 140 миллиардов рублей в бюджет что составляет три десятых процента от всех налоговых сборов ну это существенная сумма но нельзя сказать что прямо да она какая-то супер большая и соответственно введены были курсовые экспортные пошлины для разных отраслей да были вернее они были введены для всех отраслей и были сделаны некоторые исключения это нефть газ нефтепродукты в первую очередь связи с тем что нефтяная и газовая отрасли они были обложены другими налогами на сверхприбыль да в частности налогом на сверхприбыль вот например для угольной отрасли исключения были сделаны по другим причинам они были сделаны в связи с такой опасно низкой рентабельностью этой отрасли причем курсовые экспортные пошлины для угля вводились отменялись вводились отменялись две итерации было вот то есть в принципе здесь такое ручное управление действовало собственно налог на сверхприбыль соответствует своему названию крупные компании с прибылью за 21-22 год более 1 миллиарда рублей платили на самом деле 5 процентов с превышения средней прибыли за 21-22 по сравнению со средней прибылью за 18-19 год то есть ряд компаний как бы в 21-22 году получили некоторую слишком большую прибыль ряд крупных компаний и частью этой слишком большой прибылью они по задумке должны поделиться с государством на государственные нужды изначально как бы официально считалось что этот налог составит 10 процентов двадцать четвертом году но соответственно можно было заплатить двадцать третьем году по ставке 5 процентов особенности системы по сути 5 процентов заплатили крупнейшие российские компании и соответственно вот слева можно видеть некоторые компании до крупные которые заплатили этот налог опять же за исключением нефтегазовых и угольных компаний потому что с них взяли налог иначе да там для нефтяных компаний вот в третьем буллете был повышен ндпи и соответственно отдельно была введена надбавка на ндпи для газпрома и кроме того была введена введен дополнительный налог на прибыль для производителей спг спг кроме газпрома то есть налогообложение нефтегазовой отрасли но как бы отдельно было вынесено из системы вот этих курсовых экспортных пошлин и налога на сверхприбыль если говорить о практике применения налога на сверхприбыль это не какая-то такая особенная российская неожиданно изобретенная в двадцать третьем году мера это в принципе достаточно распространенная практика и в других странах например в двадцать втором году тоже просто тот же примерно период тех же высоких цен на нефть в великобритании был введен windfall tax то есть налог на сверхприбыль для нефтедобывающих компаний от которых просили сначала дополнительные 25 процентных пунктов налога потом еще и в итоге 35 по сравнению с изначальными 40 то есть в конце концов нефтедобывающие компании в до двадцать девятого года будут платить очень значительный налог на прибыль и в целом ну здесь такая продолжительная мера но здесь хочу отметить что великобритании эта мера все-таки введена на несколько лет а это не разовая история когда собрали и закончили это более продолжительная мер при этом при этом при всем хочу напомнить что в налоговой системе российской в двадцать втором двадцать третьем году помимо вот этих временных мер происходили и изменения которые были запланированы давно в частности это окончание налогового маневра так был начат еще ну давайте скажем 2017 году там несколько можно назвать стартовых точек ну пусть будет 2017 и с начала 24 года налоговый маневр который я напомню заключался в отказе от экспортных пошлин и переходе к налогам на добычу полезных ископаемых и вот с начала 24 года экспортные пошлины на нефть окончательно отменяются ставка ндпи для нефти растет в целом экспортные пошлины это если говорить про международный опыт это не очень характерная история для налогообложения сферы добычи полезных ископаемых и в основном есть два таких ключевых пути по которому идут государства которые соответственно выстраивают налогообложения для добычи это либо налоги на финансовый результат налоги на прибыль и около того да то есть мы вычитаем расходы а либо это налоги на добычу да то есть на валовый продукт на валовый результат и ну соответственно вот роялти ндпи это все истории про налогообложения валового объема добычи в принципе достаточно распространенная практика в сша в канаде доминирующая из плюсов такой системы это предсказуемость доходов бюджета да потому что в случае если доходы бюджета в значительной степени зависит от налогообложения нефтедобычи при этом цены на нефть могут значительно колебаться да в наших условиях неопределенности может и могут и другие события происходить доходы бюджета могут оказаться под некоторым ударом от этой волатильности ну налог на прибыль да соответственно ты как бы более какая-то справедливая вроде как история позволяющая ну здесь справедливость нас интересует не только в этическом контексте да но и в контексте того что это такое такой тип налогообложения позволяет компаниям более эффективно осуществлять инвестиции да то есть на самом деле налогообложение валового объема но здесь стимулирует инвестиции потому что они никак не влияют в краткосрочном даже среднесрочном периоде на объем уплаченных налогов да а вот налогообложения прибыли но более стимулирующим образом здесь действует такой подход тоже есть да например в норвегии садовской аравии более такой доминирует подход налогообложения прибыли причем в норвегии они прямо позиционируют налогообложения прибыли что не просто так а именно для того чтобы нейтрализовать эффекты дестимулирования инвестиций в целом давайте теперь наверное поговорим про общий эффект для экономики россии какие эффекты точно можно отметить да понятно что у нас еще на самом деле до конца неизвестные параметры даже новой системы налогообложения да в частности неизвестные параметры вот этого инвестиционного вычета но понятно что какие-то оценки по крайней мере для бюджета в цифрах есть да и для экономики в целом ну такие качественные какие-то изменения в цифрах на слайде приведены оценки минфина и в целом они совпадают с альтернативными оценками более-менее смак делал альтернативные оценки тоже нас докладе будет ссылочка ну да как правильно сказал антон вначале реформа это не не супер большая часть дополнительных бюджетных поступлений до налог на прибыль это наиболее такая значительная составляющая какие еще эффекты и ожидают экономик россии ну совершенно точно это снижение прибыли компаний да это прямой понятный очевидный эффект по-другому происходить здесь не может это понижательное давление на инвестиционную активность соответственно понятно раз прибыль уменьшается часть этой прибыли идет на дивиденды часть этой прибыли возвращается бизнес в реинвестирование если прибыль снижается могут быть снижены дивиденды может быть снижена инвестиционная активность да но среднем если мы не не говорим о том что российские компании только платят дивиденды ничего не инвестируют понятно что какой-то эффект инвестиционную активность будет насколько он будет сильным очень сильно зависит от того насколько эффективными будут стимулирующие инвестиции меры да как раз те самые параметры инвестиционного вычета плюс на самом деле будут сильно сказываться и макроэкономические факторы это и уровень неопределенности до который вообще ну как ключевая такая вещь для инвестиций это и ставка до монетарная политика денежно-кредитные условия которые сейчас не позволяют на самом деле говорить о том о росте инвестиционной активности за счет кредитов да то есть все таки за счет кредитов инвестиционная активность при ставке 18 процентов вряд ли будет расти да вот соответственно ну и понятно траектория ставки вот в пятницу была опубликована такая что в ближайшие два года говорить о том что кредитный цикл может стать толчком для развития инвестиционной активности тоже не приходится что касается экономического роста да у нас есть оценки и нп ран и в целом они говорят о том что здесь все зависит ну понятно здесь все зависит от того куда пойдут собранные доходы да они могут пойти на конечное потребление на государство на инвестиционную активность на покрытие дефицита бюджета и и в случае если они возвращаются обратно в экономику либо в виде конечного потребления либо в виде инвестиций эффект для ввп будет незначительным но небольшое снижение или даже отсутствие такового случае если эти доходы собранные в экономику не возвращаются и покрывают дефицит бюджета темпы роста будут снижаться до трех десятых процентов пункта ежегодно ну и здесь я еще добавлю к этим оценкам что на самом деле снижение ввп да вот в случае если собранные налоги возвращаются в экономику тоже очень сильно зависит от мультипликатора государственных расходов разные государственные расходы обладают разными мультипликаторами то есть разным эффектом для экономики одни расходы могут значительно поддерживать экономический рост ну традиционно какие-нибудь дороги в пример приводятся так называемые производительные расходы они будут давать более положительный эффект для ввп какие-то расходы могут давать даже отрицательный эффект для ввп у нас кстати в эксперте был вебинар про мультипликаторы госрасходов для россии можно поискать и на него тоже посмотреть что касается отраслевой динамики мы немножко посмотрели на некоторые отрасли не на все конечно исследование всех отраслей это прям целое дело да ну соответственно для нефти и газа что можно сказать можно сказать что в целом наверное можно называть эту реформу позитивной для этой отрасли в том смысле что такая система налоговложений более справедливая более предсказуемая чем то что происходило в двадцать двадцать третьих годах да экстренные такие временные меры которые компании не могут запланировать но при этом понятно что для инвестиционной активности ну это негативная мера естественным образом да инвестиционная активность будет снижаться ну как если у компании меньше денег значит она может меньше их инвестировать ну и при этом если вот так широко посмотреть на фон на конъюнктуру мировой экономики за 22 там 24 годы для нефтегазовых компаний понятно что этот фон такой негативный и в этом смысле реформа для этих компаний будет проциклической то есть она добавляет негативного давления на отрасль но при этом как бы устойчивость отрасли как нефтегазовый так и следующий которые расскажу металлургической вопросов не вызывает собственно в металлургической отрасли примерно такая же с то интелå на активность будет замедляться но при этом мы не говорим про какие-то сомнения в устойчивость отрасли и опять же здесь метров металлургической отрасли Эта отрасль в меньшей степени подверглась временным налоговым мерам, хотя металлурги заплатили налог на сверхприбыль тоже. И отметим, что повышение НДПИ для металлургии происходило уже в 2022 году. Соответственно, сейчас тоже для железной руды НДПИ повышается. И в целом тоже такой комплекс изменений ждет эта отрасль. Что касается малого и среднего бизнеса, то здесь в первую очередь повлияет, наверное, не изменение налога на прибыль, а, наверное, более плавный переход от упрощенной системы налогообложения к основной. Здесь по задумке должны быть снижены стимулы к отраблению бизнеса. То есть граница упрощенной системы налогообложения повышена до 450 миллионов рублей. То есть больше нет необходимости бизнес дробить на маленькие компании, которые могли бы оставаться на УСН, но при этом теперь нужно заплатить НДС. Такая идея. Здесь хочется сказать, что большей части компаний, которые находятся на УСН, эти изменения вообще не коснутся, потому что изменения касаются только компаний с доходом от 60 миллионов в год. И 97% компаний по оценке Минфина, они такие доходы не получают. Но вот те 3% компаний, которых эти изменения коснутся, они, конечно, коснутся очень серьезно, потому что compliance cost, затраты на исследование, затраты на исчисление налога на добавленную стоимость, затраты на вот эту вот бухгалтерию, отчетности, вот эти все истории, они, конечно, для этих фирм могут быть очень значительны. Но как бы для большой экономики это такого существенного эффекта, наверное, не вызовет. Ну что, у меня на этом все. Спасибо, я вижу, уже посыпались вопросы, мы обязательно на них на все ответим, но сначала, наверное, пообщаемся с нашим уважаемым гостем. Я передаю слово Антону. Соответственно, спасибо за очень подробный и детальный доклад. Я думаю, тут, как сказать, вопросами еще добьем, потому что понятно, что помимо повышения налогов в чистом виде, тот же НДС для крупного, малого, среднего бизнеса, вот это тоже, как говорится, интересная концепция, как правильно называть. То есть упитавшийся, ну, по всей видимости. Значит, МСП имеет не только функцию сбора налогов, потому что там, на самом деле, соберут вряд ли слишком много, а скорее именно трансформативную, то есть переходный, более адекватный переходный период, потому что в системе, действовавшей до того, была как бы бинарная в каком-то смысле система, или вы на упрощенке, либо вы резко переходите на НДС, и тогда сразу 20% вычеты, контроль, все контроли и так далее, и тому подобное. Поэтому интересный вопрос. Сначала послушаем нашего гостя, соответственно. Антон, что думаете, и какие комментарии у института Столыпина по поводу происходящего? И как бы понятно, что решения приняты, но что можно было бы скорректировать и исправить? Да, добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Антон, спасибо огромное, Анастасия, за подробную презентацию. Ну, безусловно, все аналитические институты после объявления налоговой системы, они там не любят слово реформа, да, то есть после объявления налоговых изменений, конечно, начали подсчитывать, да, чем это выразится уже конкретно для предприятий, мы не стали исключением, посчитали эти варианты, посчитали даже там для малого бизнеса, условно говоря, да, там при обороте, допустим, на 100 миллионов рублей, и насколько вырастет налог там при одной форме УСН, при другой форме УСН, посчитали, что это, допустим, может быть там от 5 до 8 миллионов рублей, ну, сценарии могут быть самые разные, но, безусловно, согласиться можно и нужно с тем, что последствия для предприятий будут. При этом достаточно серьезная выбрана форма изменений, их масштаб, потому что, ну, если про, так скажем, налогообложение прибыли, о том, что там есть идеи по созданию некой прогрессивной шкалы, да, они курсировали, они в воздухе, так скажем, витали, то, допустим, введение НДС для малого бизнеса, оно на самом деле было не таким очевидным. И надо сказать, что НДС для малого бизнеса – это вещь, с одной стороны, утяжеляющая, и учет, да, и налоговую нагрузку, с другой стороны, для многих это очень хорошее подспорье для работы с крупными компаниями. Ну, просто, как известно, крупняк не работает, часто не работает с теми, у кого нет НДС, опасаясь в будущем налоговых проверок, да, и малый бизнес, насколько мы знаем, давно просил о возможности, да, добровольной возможности уплаты НДС именно для того, чтобы получить возможность работать там с крупным бизнесом, не создавать две компании, как сейчас это делалось, для того, чтобы, значит, такую схему работы построить. Вот. И, в общем-то, добровольный НДС там для малого бизнеса, он в какой-то части мог бы быть, стать и благом. Но, честно говоря, мы, да, как институт, который тоже давно налоговым вопросами занимается, и мы обширной связи с предпринимателями имеем в мире, да, все-таки не думали, что этот новый НДС залезет вот на эту границу 60 миллионов рублей. Думалось, что это как бы будет, если будет, то добровольно, а если, условно говоря, и где-то будет там он обязательный, то, по крайней мере, это не будет начинаться с такой границы. Вот. Но, тем не менее, да, значит, этот НДС, он попадает теперь на предприятие с оборотом больше 60 миллионов рублей, и это, то есть, здесь нельзя сказать, что это не затронет малый бизнес, да, хотя основная часть, количество там, да, там торговой точки, маленькие там ресторанчики, да, бытовые услуги и так далее, это основное количество малых предприятий, да, оно, конечно, до этой границы, вот, но на самом деле основную базу налоговых доходов и выручки, конечно, приносят те, кто, в общем-то, как раз от 60, там, и до 250. Поэтому вот здесь можно сказать, что в части малого бизнеса в целом меняется концепция, да, просто шкала становится более прогрессивной, потому что, видите, какая шла дискуссия последние два года, когда мы говорили как раз о налогообложении малого и среднего бизнеса, это то, что в упрощенных режимах, а там несколько упрощенных режимов, самый упрощенный – это налог на самозанятых, где ИП тоже может работать, но это 2,4 миллиона рублей, сейчас это там отдельная история, это очень далеко. Дальше следующее – это 60 миллионов рублей, это патентная система налогообложения, почему, кстати, вы выбрали такую отсечку, я так понимаю, да, вот, то есть это патент, ты покупаешь патент себе, больше ничего не платишь, в зависимости от того, какой тебе вменяемый доход, соответственно, ты и уплачиваешь эти налоги фиксированные, вот. И дальше идет упрощенная система налогообложения, которая у нас была, ну, вот, с учетом коэффициента дефлятора до 200 миллионов рублей, с обычными ставки 6-15%, а дальше уже ставки шли от 8 и до 28 и 20%, в зависимости от того, какая налоговая база, да, то есть это 8 – это выручка, и 20 – это выручка минус расходы, вот. Значит, соответственно, вот эта система максимум, да, у нее граница была 250 миллионов рублей. И вся дискуссия, которая шла в предпринимательском сообществе, именно в сообществе малого и среднего бизнеса, прежде всего, говорилось о том, что у нас границы среднего бизнеса до 2 миллиардов рублей, да, малого до 850 миллионов рублей. А вот после 250 миллионов рублей возникает то, что называется налоговая яма, да, то есть тот, кто у нас попал в границу упрощенной системы налогового обложения, имеет достаточно умеренную нагрузку, на которой можно легко работать, а вот тот, кто уже переходит после 250, там, да, ну, каждый год этот порог менялся, ну, примерно, ну, 250, значит, переходит на общую систему налогового обложения, у него резко увеличивается налоговая нагрузка. И по этому поводу было большое негодование, да, и даже для этого вот был введен специальный особый режим для ресторанных, для ресторанной отрасли, где был отменен НДС, да, при обороте до 2 миллиардов рублей, и тоже снижены страховые взносы. Вот. Так вот, значит, вся идея в том, чтобы, значит, здесь исправить ситуацию, и чтобы избежать этой налоговой ямы, это была идея сделать более такой последовательный, плавный переход роста налоговой нагрузки, да, и что мы сейчас видим, фактически вот этими изменениями, которые налоговыми органами, Минфинам и всеми заинтересованными ведомствами они предложены и уже в законе реализованы, действительно становится более прогрессивной, да, и более плавной вот эта вот динамика налоговой нагрузки. Потому что сначала у вас до 60 миллионов там, ну, по сути, ничего нет, да, после 60 у вас добавляется НДСик, либо прямой НДС, кстати, прямой НДС – это очень интересная идея, она, в общем-то, правильная, да, потому что многие страны, такие как там Япония, допустим, да, Вьетнам, ну, многие страны в Азии, с другой стороны США, где НДС нет, но есть налог с продаж, они используют вот вариант не косвенного налога НДС, да, а фактически такого прямого, который является налогом с продаж. Здесь это несколько упрощает ситуацию именно для налогового учета и делает саму оплату налогов более, ну, что ли, такой и предсказуемой, и прозрачной. Вот этот прямой, да, НДС, мы, в частности, у себя на дискуссиях на Сталатинском Кубе у нас долго-долго есть целые научные группы, которые вообще считают, что давайте уберем этот косвенный НДС, да, и сделаем прямой НДС, ну, потому что он и проще собирается, да, и он намного прозрачнее. Вот здесь эти идеи, отчасти, они были восприняты, вот, с одной стороны, у тебя небольшой НДС, да, и тебе удобно работать с крупными компаниями. Сейчас в новой редакции, в последней редакции закона, я так понимаю, что этот маленький НДС можно будет зачитывать входящим тем крупным компаниям, которые будут работать с этим малым и средним бизнесом. Вот, с другой стороны, у тебя есть альтернатива, ты можешь выбрать там полного цен на НДС, но морочиться с вычетами. Если ты не хочешь морочиться с вычетами, вот, то, соответственно, плати этот пониженный НДС прямой, как бы, да, вот, но знаешь, что ты не сможешь там вычитать и, по сути, оптимизировать. Но это, на самом деле, очень интересное такое новшество, да, которое открывает дорогу к тому, чтобы и для всех когда-то, может быть, тоже такое какое-то правило попробовать сделать, но это очень осторожно, потому что, ну, мы прекрасно знаем, понимаем наши налоговые органы, там, помимо гениальности идей, еще вопрос реализуемости, да, то есть вопрос администрирования всегда стоит, и все это очень тщательно тестируется, чтобы администрирование было возможно. Вот. Но вот в части вот того, что сделали вот эту мягкую прогрессию, я бы сказал, что, наверное, вот у экспертов налоговых, да, из того, что я слышал, вопросов нет, это действительно более справедливо. Только вопросы другого пошли другим путем. Не для того, чтобы сделать эту мягкую прогрессию, для тех, кто там, да, вот после 250 привычных, он, соответственно, работал и сталкивался с резким ростом налогов. Вот. И как бы все-то думали, что, ну, вот после этих 250, и начнется эта мягкая прогрессия в той или иной форме. Вот. А получилось так, что залезли на территорию, конечно, тех, кто был достаточно в комфортном режиме, да. Это с одной стороны. С другой стороны сделали очень большой фавор для тех, кто работал, да, от 250 до 450 миллионов рублей, потому что, как я понимаю, пороги применения, да, упрощенной системы налогообложения, их расширили до 450 миллионов рублей. Вот те, кто в этом промежутке, да, там от 250, а я сейчас точно скажу, до 265,8, 450 миллионов, да, они-то, по сути, на самом деле-то, у них уходят повышенные ставки 8,20%, но добавляется маленький НДСик там, это для тех, у кого была промежуточная планка от 199 до 265,8, извините, можно запутаться, да, но главный порядок цифр, они точные, потому что они каждый год менялись. А для тех, кто вот от 265,8, 450 миллионов, для них это, конечно, большой подарок, потому что они могут отказаться от общей системы налогообложения, вот, и перейти на упрощенку, да, где, в общем-то, более комфортные ставки. И если вот так всматриваться, то на самом деле, в общем-то, региональные бюджеты вот от этой комбинации потеряют 324 миллиарда рублей налога на прибыль, и, значит, соответственно, налога на имущество 58 миллиардов рублей. Но все равно, да, в плюс федеральный бюджет пойдет 473 миллиарда нового НДС и 258 миллиардов рублей в бюджеты регионов за счет вот новых этих правил по ОСН. То есть там есть плюсы для определенной категории, да, его расширили, вот, но есть, конечно, и минусы. Особенно я вот вижу минус, да, для тех, кто, условно говоря, ничего не приобретает. Это предприятие с доходами от 60 до 199 и 35 миллионов рублей, ну, кроме возможности вот этот НДС предъявлять. Вот. Значит, соответственно, для них, конечно, все-таки было бы здорово, но сейчас уже речь пока об этом не идет, вот, ну, может быть, какой-то мягкий переход сделать, да, чтобы они успели адаптироваться к этой новой системе. Я так понимаю, это долгосрочная новая система, долгосрочная новая шкала, там, может быть, с дефляторами будут меняться, но если это, условно говоря, на такую большую перспективу, да, то прогрессия – это правильно. То, что сейчас там будут затронуть все, у кого вырастет нагрузка, тоже они будут, да, и для них, конечно, хорошо бы предусмотреть какой-то компенсаторный механизм, потому что, ну, они ничего не приобретают, от 60 до 200 миллионов ничего не приобретают, вот, только теряют, это достаточно, ну, серьезный пласт, там, да, там Минфин говорит, что их всего все 3% платежщиков, которые туда не завязали, но, тем не менее, есть те, которые в чистом проигрыше на это время, поэтому для них, конечно, было бы хорошо что-то предусмотреть. Ну, и для малого бизнеса, на самом деле, это такая серьезная история, но, с другой стороны, тут исключается, да, недобросовестная налоговая конкуренция, потому что, действительно, все так более последовательно. Ну, вот, залезает это на территорию тех, кто вроде и не ждал этого, и был ни при чем. Вот, это, что касается малого бизнеса, это, действительно, значит, такая серьезная история, и сейчас уже новый поднимается вопрос, что есть там, да, такие режимы, как самозанятые, до 2-4 миллиона рублей, где совсем почти ничего не надо платить. Вот, а потом, значит, теперь уже по-новому, да, нагрузка растет, там дальше патент, потом этот новый УСН, тоже большая очень, получается, уже внизу такая диссонанс разницы. Вот, значит, это, что касается малого и среднего бизнеса, здесь изменения точно есть, бизнес их видит, и, конечно, эти разговоры сейчас не будут утихать о том, что, ну, для тех, кто, условно говоря, там, именно вот чисто теряет, все-таки для них чего-то посмотреть, предусмотреть, да, на переходный период. Вот, как это скажется на, в целом, ситуации в стране, ну, может быть, это, конечно, в какой-то степени может и влиять в плане того, что у тебя больше налог, если, ну, ты можешь цену свою немножечко тоже в сторону увеличения поднимать. Мы всегда знаем, что, да, все там подъемы ЖКХ, электроэнергии, всех таких базовых услуг, они всегда вносят свой вклад в рост цен. Здесь, ну, может быть определенный вклад. О масштабе я не буду говорить, не буду говорить, что он будет таким прям гигантским. Для этого сейчас и так немаленьким. Вот. И теперь, переходя, собственно говоря, к налогу на прибыль, да, и к его росту с 20 до 25%, переводу этих 5% вообще в федеральную, рост федеральной части налога, тоже изменение, конечно, на самом деле, достаточно серьезное. Да, о прогрессивной шкале налога на прибыль тоже говорилось, и говорилось в том числе на наших мероприятиях и налоговых экспертов высокого уровня, да, как идею, так скажем, была такая идея сделать прогрессивный налог на прибыль, и особенно-то много взимать, да, с тех, кто необоснованно, условно говоря, много зарабатывает. Но это всегда касается в мире вообще сырьевых отраслей, да, там, где, в общем-то, ну, да, там, если говорить очень простыми словами, это все, недра все принадлежат народу, значит, а выгодоприобретателями являются, да, какие-то конкретные корпорации. Ну, судя по политике наших налоговых властей, у нас самая главная нефть – это блогеры и инфобизнесмены, потому что там, как говорится, такой борьбы за налоговую дисциплину уже давно не видно с крупными корпорациями. Зато на уровне как раз тех, кто злоупотребляет упрощенкой, просто объявлен крестовый поход, можно так назвать. Ну, корпорации все-таки, они уже платят давно, и научились платить, а здесь… Ну, на самом деле, тоже надо сказать, что есть у нас такие участки, где налоговая дисциплина очень слабая, да, и, видимо, об ужесточении налогового администрирования речь давно шла, да, о том, что, в общем-то, при слабом налоговом администрировании никакая налоговая система там с ее замыслом не работает, вот. Поэтому блогера, наверное, ну, в какой-то степени не попали под горячую руку, на самом деле ФНС там порядок давно наводит, и в том числе в части как раз упрощенки. Сначала это была борьба вот на стыке НДС с упрощенщиками, когда там необоснованные вычеты предъявлялись. Ну, сейчас дошли уже до более высоких сфер, да, тем более, что инфобизнес, он же растет в объемах во всем мире, считает, что одно из перспективных направлений, ну, видимо, с самого начала, уже на стадии еще роста, да, как-то здесь какие-то правила, я так понимаю, ФНС хочет установить, понятные. Вот, ну, мы много историй видим, на самом деле, конечно, цивилизованный диалог лучшее решение, да, наверное, был бы в плане того, что, ну, и платить надо, потому что такие блогерские доходы часто, это тоже деньги, которые сваливаются, по сути, неоткуда, вот, с одной стороны. Но, с другой стороны, среди, конечно, всех участников рынка надо проводить просто разъяснительную работу, потому что подчас многие просто, ну, вот, это очень разные сферы налогообложения и инфобизнес. И здесь просто происходит несостыковка, то есть здесь, конечно, нужна широкая информационная компания, целенаврованная работа и, может быть, какое-то саморегулирование, да, саморегулирование в отрасли, которое, условно говоря, будет наводить внутренний порядок. Потому что, я так понимаю, там в основном, конечно, вопрос такой, налоговые, большие доходы, да, которые должны, по мнению ФНС, по-другому облагаться. Вот, но, тем не менее, да, там доходы от УСН, это очень мало по сравнению с тем, что приносит налог на прибыль. УСН, вот, по-моему, в прошлом году или позапрошлом, первый раз доходы от него составили больше одного триллиона рублей, да, и при том, что все налоговые доходы, это намного и кратно больше. Кстати, надо заметить, что в прошлом году, насколько, да, мы знаем по порталу налоговой аналитики, ведь у нас рекордные поступления налоговые были без всяких увеличений таких масштабных. И вот январь-май мы смотрим за 24-й год, 22,3 триллиона рублей. Темп роста налоговых поступлений в бюджетную систему в целом, РФ, 32 процента за январь-май 2024 года, да, это что значит, что многие уже задаются вопросом, а если и так налоговые сборы за счет и роста прибыли, и роста, ну, улучшения администрирования растут, зачем их еще повышать-то, да. Вот этот вопрос, да, он ключевой в плане налога на прибыль. Говорилось часто о том, что должна быть прогрессивная, да, вот такая вот система, да, где, в общем-то, те, кто, ну, сверхприбыли такие, не самые обоснованные зарабатывают, они должны сильнее облагаться, и во всем мире, в принципе, так пытаются, да. Но вопрос, что это совсем не везде получается, да, потому что хорошо, особенно там в США, да, Евросоюз, они борются с этим, компания очень хорошо прячет свои неприбыли в разных офшорных юрисдикциях, вот, и все эти повышения неизвестно во что еще играть. Почему, кстати, в США, да, там всегда колеблется налог на миллиардеров, большой все хотят водить, но только никто не понимает, будет ли он работать на самом деле или нет, вот, поэтому сколько бы разговоров не было, самого-то налогов на миллиардеров никакого нет. Вот, значит, у нас получается, что, да. Если можно, как это сказать, уже переходить к закруглению, и дальше перейдем к вопросам, потому что вопросов все больше. На прибыль. Во всех экспертных кругах, на уровне государства, на уровне президента, шел один вопрос, вот, в одном ракурсе проблема рассматривалась. Давайте повысим налоги, тем более прибыли, смотрите, как у нас растут, бешено, да, ну, и мы прекрасно знаем, основные компании, составляющие этих прибыли, мы там увидим в первой двадцатке в основном крупных госмонстров, включая «Газпром», «Роснефть» и там другие нефтегазовые компании, да, там это банки, вот, ну, и частные, конечно, тоже компании туда попадают. Вот, значит, вот, нам надо, чтобы у нас инвестировали в стране, тем более внешние источники у нас достаточно ограничены сейчас. Поэтому давайте сделаем так, чтобы прибыли не выводились, да, а инвестировались. И вот поэтому давайте повысим налог на прибыль, условно говоря, там, или другое налогообложение так, чтобы было выгодно инвестировать. Вот эта идея, по сути, вот, на мой взгляд, должна была стать основной во всей налоговой этой системе и реформе. Вот, значит, и реализовано это должно было быть за счет инвестиционного налогового вычисла, который сейчас есть, да, на региональном уровне, вот, работает он, не бог весть, как, это уже всеми признано, от счетной палаты, да, да, совещаний на уровне президента с деловыми ассоциациями. Работает, ну, так, очень ограниченно. Регион очень сильное влияние имеет. Поэтому давайте сделаем такой вычет, который будет не подчиняться регионам, прямой вычет, значит, на инвестиции конкретно. Ну, хорошая идея, да. Вопрос в том, что в каком масштабе теперь этот вычет будет реализован. Я слышал, я не знаю, это правда или неправда, в законе этого нет, это определяется правительством и там политикой Минфина, что объем вычета будет ограничен 300 миллиардами рублей. 300 миллиардов рублей, да. Когда только от повышения налога на прибыль, да, с учетом уже этого вычета планируется дособрать 1,6 триллионов рублей. То есть неравная компенсация. По сути, налоги на прибыль, они увеличиваются в большей степени, чем предоставляется этот налоговый вычет. Я пока так понимаю, я не знаю, как будет в итоге. Вот. Дальше там две развилки. Это куда этот будет вычет? Он будет на только проектно-технологического суверенитета, узкий список, да, вот как говорила Анастасия. Или это будет более широкий спектр компаний, да, и проектов, но просто будет меньше в год объема этого вычета, вот, и инвестиций. Да, вот представлялось бы, что второй вариант, он все-таки более такой справедливый. Вот. Потому что, но ведь эти проекты технологического суверенитета еще найти надо. Мы же знаем, опять же, кто основные плательщики этого налога на прибыль, да, там, опять же, тот же самый нефтегазовый сырьевой сектор. Как так скомбинировать, чтобы, да, там, они все себе не забрали, потому что, ну, они-то не будут инвестировать, там, я не знаю, в космические технологии, да, ниже нефтегаз будут инвестировать. Поэтому здесь должен быть какой-то механизм внятный, он должен быть понятный. И заранее оценен его влияние на экономику, чтобы, что это за проекты будут, да, какие мы проекты стимулируем. То есть у нас структура экономики тоже, мягко говоря, не такая, чтобы сейчас, да, там, мы какой-то вычет объявили, и все побежали, там, я не знаю, в микроэлектронику или в автомобилестроение инвестировать. Нет, это сложный вопрос, да, как еще правильно заставить его работать. Но в целом, да, да, последствия, конечно, будут. Больше собирается налогов, чем будет предоставляться обратно. Поэтому здесь, что касается инвестиций, ну, безусловно, многие эксперты будут сейчас опасаться то, что на инвестиции это будет оказывать, да, негативное влияние. Вот, при этом негативное влияние, прежде всего, в частном, наверное, секторе, да, то, что у государства для помощи своим компаниям есть отдельные инструменты, да, и накачать это бюджетными деньгами. Участников никто накачивать не будет. И вот этот момент, конечно, его нужно будет сейчас очень тонко смотреть, да, чтобы, ну, на фоне выросшей ставки до безумных пределов, все это видели, уже что об этом говорить, да, там, Центробанк, своя логика, но, тем не менее, ставка выросла, и стоимость кредитов, заемного капитала тоже не упала. Вот. И когда еще с другой стороны, да, ну, конечно, многие боятся, что это действительно будет влиять на объем инвестиций, и для того, чтобы, значит, соответственно, падение инвестиций не случилось, и, возможно, компенсаторные механизмы в виде вычета должны все-таки быть как-то, ну, разумно увеличены, тем более, если доходы бюджетов. Вот. Если, да, условно говоря, говорить про общем в целом влияние на экономику, ну, разные есть оценки, да, есть и оценки, вот, и НПР, то, что мы видели, но есть и другие оценки. Кто-то считает, что, значит, если правильно будут эти увеличенные бюджетные доходы использованы, вложены в какие-то госинвестиции, ну, мы знаем, там, железнодорожные магистрали и так далее, это даст пенсианский эффект. Вот. Но все сходятся на том, что такая комбинация высокие налоги и высокие процентные ставки, ну, вот что-то как-то это не работает, да, то есть ожиданий нет. Ну, вот в целом, да, конечно, мы можем ждать, что негативный эффект какой-то он будет, будет ли он компенсироваться позитивным, вопрос. Но здесь надо очень внимательно смотреть, да, за тем, как это будет проходить со следующего года, же налоги вырастают. Да. Соответственно, очень четкий мониторинг может быть. Понятно. Спасибо, Антон. Соответственно, теперь, видимо, переходим к вопросам от аудитории. Ну, собственно говоря, у меня больших комментариев нет. Единственное, что, как бы, еще впереди пять месяцев на доводку новой системы. Собственно, чем хорошо, что налоговые, в отличие от, например, введения курсовых пошлин, налоги вводятся у нас всегда сильно заранее, и поэтому можно какие-то вещи проработать. И насчет малого и среднего бизнеса, да, там появляются разные группы этого малого и среднего бизнеса, причем еще с учетом того, что налоговые доходы распределены неравномерно, инфляция и все остальное, то, как это сказать, в каком-то смысле лотерея для, как сказать, укропненного МСП, куда они в итоге попадут, в какую категорию. Тем, кому будет очень хорошо, потому что они налетят на частичный НДС в следующем году, или те, кто, соответственно, налетит на ограниченный НДС уже сейчас, не будучи плательщиком по правилам. Поэтому тут, как бы, достаточно вопрос. То есть общая идея же была, что сделать такой градуированный рост. Вот, насчет самозанятых, ну, как бы, правительство говорит, что, и, в общем-то, пока ничего не заставляет сомневаться в обещаниях, что до 28-го года ничего менять не будут, потому что гарантировали на 10 лет неприкосновенность. И вполне возможно, что так оно и будет. Более того, скорее всего, эту систему сохранят, но на низовом уровне, потому что она легка для администрирования, хотя, возможно, ставки повысят. Просто чтобы не было налогового арбитража с НДФЛ слишком большого. И еще, как бы, вопрос о будущем ИП, но это, скорее, опять же, постоянно обсуждается, что может быть, как сказать, ИП стимулировать превращаться в юридические лица, а, соответственно, мелкие ИП в самозанятых. Посмотрим, что будет дальше. Значит, сейчас переходим к вопросам. Соответственно, вопрос, ну, собственно, связанный от Дмитрия Адамидова по поводу введения НДС для предприятия МСБ на ОСН. Не видите ли вы здесь рисков резкого роста штрафов по НДС, как следствие массового закрытия предприятия МСБ и одновременно подхода сектора в серую зону, что в конечном итоге может снизить валовые налоговые поступления от данного сектора. Если видите, можно оценить масштаб бедствия. Ну, я, наверное, из общих соображений, из того, что считали и прикидывали, кого эти новые меры затронут, есть ощущение, что для самых крупных МСБ, попадающих под новые правила, это скорее будет послабление. Они уже живут под системой контроля НДС, и там вряд ли будут проблемы. Наибольшие проблемы будут у тех, кто вот в этой вот средней зоне, то есть кто будет достаточно крупный, чтобы платить НДС по новым правилам, но вместе с тем вот этих от 60 до 250, вот эта вот категория 260, которую упоминаем. Здесь достаточно много компаний, но опять-таки порядок уплаты НДС, он достаточно понятен. Я думаю, первое время будут скандалы, штрафы, конфликты с налоговой, но при этом, скорее всего, все стороны будут к этому более-менее готовы. То есть есть ощущение, что медийный масштаб бедствия будет достаточно высокий, то есть особенно если, как сказать, не будет других ярких событий в этой сфере. Но с другой стороны, если считать и в деньгах, и в количестве предприятий, то нет. Что касается массового закрытия, то опять же огонь под котелком поднимают постепенно. Поэтому здесь стимулов именно уходить совсем в серую зону нет, тем более налоговое администрирование ужесточается. Поэтому есть ощущение, что, как сказать, будут плеваться на ухудшение условий, а кое-кто наоборот радоваться улучшению, но при этом уходить в серую зону не будут, просто потому, что все против этого. И лучше налоговое администрирование, и безналичные платежи, и сама атмосфера, как сказать, закрытости, большей закрытости экономики, которая этому неблагоприятствует. Поэтому, скорее всего, как сказать, шума будет много, но в итоге выяснится, что ничего глобального не произошло. Так, насчет сокращения прибылей компаний и соотношению между снижением инвестиций и снижением дивидендов. Анастасия Викторовна, что думаете? Да, ну, соответственно, вопрос такой. Автор вопроса говорит о том, что именно в случае сокращения прибыли компании, ну, за счет налогов, это прибыль, сокращение может вылиться либо в сокращение дивидендов, либо в сокращении инвестиций. И вопрос о том, какова будет пропорция. На самом деле, это очень сильно зависит от отрасли. Для каждой отрасли существует какая-то своя, ну, средняя пропорция того, как прибыль делится между дивидендами и инвестициями. Да, например, там высокотехнологичные IT-компании, они в основном не дивидендные, и в основном прибыль идет на инвестиции. Да, ну, соответственно, для этих компаний будет понятно сокращение, в первую очередь, инвестиций. Ну, для IT, как мы помним, есть некоторые стимулирующие меры. Вот. Если говорить о компаниях, да, каких-то более дивидендных, тут тоже, на самом деле, все достаточно сильно зависит от отрасли, от конкретной компании, от выбора конкретной политики. И так вот как-то мне не знаю даже, как ответить в среднем, да, то есть, ну, есть не дивидендные отрасли, есть дивидендные отрасли, там более-менее понятно, да, для тех, которые и платят дивиденды, и осуществляют инвестиции, мне кажется, это индивидуальный выбор будет. Не знаю, может быть, Антон как-то дополнит. Ну, да, на самом деле, соответственно, Антон... Какой из Антонов? Тут интересный вопрос. Другой. Другой Антонов. Хорошо, если ответит два Антона, да, но я готов тоже, да. Сокращение прибыли компании может привести, да, к снижению инвестиций, к снижению дивидендов или, условно говоря, и того, да, и другого. Наверное, логично, да, когда происходит снижение прибыли. Правильно, я сказал, что это зависит от специфики отрасли, но вообще-то, да, в общем-то, это, наверное, приводит и к тому, и к другому. Каждый случай, он индивидуальный. Тут вопрос, ведь здесь, наверное, уточнить надо, вы имеете в виду сокращение прибыли в связи с ростом налогообложения или сокращение прибыли там в связи с какой-то экономической обстановкой? Нет, конкретно обсуждаем налогообложение, да. Ну, если, условно говоря, да, там прибыль сокращается по причине увеличения налогообложения, ну, как бы, а как разумный акционер, да, будет поступать? Дивиденды, они вообще формируются из прибыли. То есть, если прибыль падает, то и дивиденды тоже должны снижаться. Вот, инвестиции – это уже, как бы, собственное решение, но если у тебя денег меньше и других стимулов нет, ну, наверное, если, да, там, бывает рыночная ситуация, что ты видишь какое-то перспективное на рынке и резко наращиваешь инвестиции, неважно, не издеваешься от того, какие вообще сейчас показатели бизнеса, какие налоги, какие ставки, такое тоже бывает, да. Ну, в общей массе, ну, конечно, может привести к снижению инвестиций. Вот, а в какой пропорции? Да, я думаю, примерно в равной. Понятно. Ну, на самом деле, опять-таки, вопрос, что, если мы посмотрим, у нас на самом деле, особенно еще, я думаю, это будет усугубляться с учетом высоких процентных ставок, у нас основной источник инвестиций, так сказать, капекса в целом – это собственные средства предприятий плюс бюджет. Если мы посмотрим на данные Росстата, там в районе 80%, соответственно, с рынка финансируется не так много. Поэтому дальше вопрос. Я думаю, что тут еще забывают про тот фактор, что, ну, не то же забывают, не упоминают, когда этот вопрос обсуждается, что в госкомпаниях есть директивы, что дивиденды не уменьшать, потому что их тоже собирают в бюджет и потом распределяют. Собственно говоря, у нас почему, например, в августе такие хорошие часто бывают налоговые результаты? Потому что как раз вот выплачиваются дивиденды крупнейших компаний, и, так сказать, они поступают в бюджет крупнейших госкомпаний. Поэтому здесь есть ощущение, что, да, соответственно, дивиденды несколько уменьшатся, не катастрофически, потому что в госкомпаниях это будет идти под директивы, а у нас как бы много активно платящих дивиденды компаний именно с контрольным пакетом у государства. Поэтому с высокой вероятностью у нас частные инвестиции пойдут вниз, но при этом как бы казенные увеличатся. Поэтому вот здесь, я думаю, что сейчас сложно говорить о пропорции. Я думаю, что ожидания от снижения дивидендов будут скорее завышены, потому что этот фактор меньше учитывают. А ожидания от снижения инвестиций, то есть их будут приписывать там высоким ставкам и еще чему-то, хотя на самом деле окажется, что повышение налоговой нагрузки будет не менее важным фактором, чем высокие процентные ставки. Вот как-то так. Соответственно, еще один вопрос, он уже с конкретным именем, поэтому тут как бы более сложно отвечать, что можете на примере объяснить, как выбираются объекты для налогов. Компания «Операционный убыток» показала уже, упоминается «Газпром», чем обосновывается тогда налог. Как можно спортировать, кого еще могут налогами загнать в убытки. Значит, это вопрос, ну как бы за пределами нашей компетенции. Что можно сказать из общего наблюдения за налоговой политикой валютного контроля последнего времени, что в целом в последние годы действует концепция, что надо облагать тех, кого легче проконтролировать и легче добиться выполнения решений на корпоративном уровне. То есть там, где государство хорошо контролирует рынок продукции либо рынок сырья для компании, там, где у государства в идеале контрольные пакеты возможно с директивами давать указания совету директоров и даже голосовать на общем собрании компании. И там, где компания достаточно крупная, чтобы она была прозрачна, чтобы можно было туда отправить наблюдателя от регулятора и так далее и тому подобное. Собственно, вспомним те самые курсовые пошлины, которые здесь уже упоминались. Там именно облагали не всех, даже мелкую компанию, формально попадавшую по требованию, а только крупнейших экспортеров, которые, условно говоря, были подконтрольны. Поэтому, если вы хотите понять, кто потенциально следующий для таких мер, например, в плане НДПИ, опять-таки смотрим, кому повышают НДПИ в этом году. То же самое. Те компании, в которых, соответственно, даже частников, где контролируется продукт. То есть, соответственно, контролируется золото и газ в рамках, как сказать, госрегулирования рынков. С удобрениями немножко сложнее, но, грубо говоря, государство тоже имеет достаточно большое влияние на этом рынке, хотя не является в данных компаниях акционерами. Поэтому здесь, скорее всего, смотрим на госкомпании, хорошо зарабатывающие, хорошо контролируемые, либо частные. И с хорошими прибылями в конкретный период. Опять же, чем хороши вот эти вот меры, в отличие от налога на прибыль, которые, что называется, повышаются единовременно и более-менее для всех, можно ставки НДПИ скорректировать на любой следующий период. Вот. Но, опять-таки, этот вопрос все-таки лучше задавать не нам, потому что он скорее по ведомству специалистов по налогообложению, либо соответствующих государственных ведомств, но они гарантированно не скажут. Вот. Хорошо. Тогда есть ли еще вопросы? Потому что мы уже достаточно как бы хорошо здесь общаемся, или комментарии к тому, что было сказано? Может быть, по последнему вопросу у Антона есть какое-то другое соображение, как сказать, кто... Кто кандидат, как это называется, на обезжиривание? Я тут могу сказать, что ведь Газпром же основной бизнес вообще бы так получил в прошлом году. Ну и как бы экономически понятно, почему, да, потому что экспортные поставки не упали, внутренние цены не являются альтернативой в плане того, что они много ниже экспортных. И, в общем, инвест-программа достаточно большая, связанная с тем, что нужно перенаправлять на восток потоки. Вот. Соответственно, а Газпром-то что сейчас трогать? От новых перспектив там много просто групп по бизнесу, да, там есть и Газпром-банк, и Газпром-нефть, да, они в прибылях, вытягивают как бы всю группу. Вот. А именно сам Газпром как основной, вот, добывающий, да, бизнес. Да. Вот. Ну и, соответственно, общее соображение, что в данном случае, как бы, ничего, как бы, конкретного про компанию, во всяком случае, со своей стороны сказать не могу, потому что, так сказать, не покрываю, не обладаю знанием и, скорее, общее соображение, кого выбирают в качестве объектов для, скажем так, более жесткого администрирования или более высокого налогообложения. Да, я тут даже вообще какой-то конспирологии бы не строил, но все, кто... Для налоговых органов во всем мире все понятно, как бы, да. Есть даже... Нет, ну, все так, кстати, по крупнейшим налогоплательщикам, там, у них же налоговый мониторинг вообще, да, то есть они в онлайн-режиме все эти процессы передают. Все крупные компании, без исключения, безусловно, они под особым контролем, вниманием, и для них это тоже хорошо, чтобы не было проблем. Потом, в связи с налоговыми органами, поэтому я здесь, конспирологии здесь никакой нет. Разумышами следить, чем за ограниченным кругом крупнейший. Так, значит, так, еще один вопрос пришел в продолжение тестов про высокие процентные ставки и повышение налога на прибыль. Не получится ли так, что крупные компании будут инвестировать в фондовый рынок, а не развитие? Как вы оцениваете подобные сценарии? Ну, скажем так, надо смотреть на конкретные компании, возможно, это тема одного из будущих вебинаров, потому что, естественно, при высоких процентных ставках, ставках у тех, у кого много наличности, но большой долг, вполне разумно выкупать те же облигации и сокращать размеры долга, а тем, у кого долга нет, вполне разумно засаливать деньги на депозитах. Собственно, в этом во многом цель упражнения, чтобы бизнес, что называется, активнее сберегал, а не только крупные физлицы. Насколько это будет большим трендом, надо смотреть на уровни конкретных крупных компаний, потому что понятно, что возможности ограничены, что, условно говоря, сейчас основной выбор – это инвестиции внутри страны, либо какие-то сбережения, либо выкуп собственного долга у тех, у кого он есть, либо, соответственно, покупка долга государства или других компаний. И, соответственно, здесь, ну, как бы опыт показывает, что да, наверняка у каких-то компаний это будет, оценить пропорции, наверное, это требуется дополнительное исследование. Я бы сказал так. Потому что налог на прибыль сам по себе, он здесь вряд ли сказывается, это скорее эффект процентов. Анастасия Викторовна? Да, ну, здесь инвестировать в фондовый рынок – это же, по сути, инвестировать в другие крупные компании. Это же нет никакого там фондового рынка, который не включает крупные компании. Вот, поэтому, если в фондовый рынок будет куда инвестировать, да, он будет расти, это будет означать, что какие-то крупные компании инвестируют в развитие, по большому счету, и растут. Вот, поэтому, ну, да, и в среднем, наверное, тоже без сейчас, без какой-то специфики ситуации конкретных компаний, да, ну, в среднем для компании эффективнее инвестировать в свое развитие, да, потому что у них набор компетенций, да, по поводу того, как именно нужно это делать, чем в фондовый рынок. И уровень ставок, он на этот тезис никак не влияет, да, потому что чем выше уровень ставок, да, тем выше ставки по депозитам, тем выше доходность, на фондовом рынке, тем выше отдача от инвестиций в собственный бизнес. То есть здесь этот вопрос, я бы сказала, ну, да, скорее нейтрально, вот, ответ относительно ставок будет. Вот, да, то, что компании вряд ли будут занимать на инвестиции в собственный бизнес, это, да, это факт. И скорее я буду нас берегать. Ну, или выкупать собственный долг, как говорилось. Просто у нас, у нас тех компаний, которые, у которых большой долг, и которые вдруг, так сказать, озолотились и могут выкупать, их не настолько много, хотя они тоже есть. Антон? Ну, да, я присоединяюсь здесь к оценкам. Вот, что касается того, что на фоне высоких ставок крупные компании будут инвестировать в фондовый рынок. Вопрос, какой фондовый рынок, что они будут инвестировать в облигации Минфина, в акции других компаний, или, да, там, условно говоря, в свой собственный долг. Здесь нужно просто конкретизировать, да, потому что, ну, и плюс, еще есть депозиты, как правильно замечено, да, сейчас депозиты, это очень выгодно, потому что это приносит большие доходы. Самое логичное, по-моему, самое простое – это депозиты. Если говорить про фондовый рынок, какой фондовый рынок в голубые фишки, чтобы одни компании инвестировали в другие непрофильные, да, активы? Ну, что-то, мне кажется, как-то вряд ли. Здесь суть вопроса, что такое фондовый рынок, он же тоже разный. Если вот автор может уточнить, то можно было бы поконкретнее. Да, вот. Хорошо. Соответственно, и, наконец, еще один ускорение вопроса, комментарий коллеги в прекрасной дискуссии. Благодарю. В цене труда существенное значение для МСПМ износно соцстрах, но они выведены из глобальных дискуссий. Но в этом году, как сказать, в этом сезоне соцстрах не трогают. Я могу вот здесь пояснить. Смотрите, по соцстраху на самом деле случился великий прогресс. Вы тоже. Вот мы поговорили про налоги. Ведь снижаются соцвзносы для малых и средних компаний обрабатывающего сектора. Кстати, это то, что давно хотели промышленники. Ну, именно вот малая промышленность, да. И здесь как бы честь и хвала. Да, они снижены до 7,6% компаний обрабатывающего сектора. А у нас же, это же главная сейчас, да, технология производства. А вот соцстрах, взносы для компаний торговли, бытовых услуг и прочего, которые составляют основу нашего малого бизнеса сейчас, да. Я думаю, вряд ли сейчас власть будет думать о снижении этих взносов. Тем более, что 3 или 4 года назад, по-моему, было принято решение о том, чтобы уже снизить ставку в два раза с оплатной базы выше МРОТа. То есть выше МРОТа вы уже платите 15%, а не 30%. Для обрабатывающего сектора сейчас это 7,6%. Вряд ли, я думаю, что здесь кто-то дальше сейчас пойдет на какие-то другие серьезные шаги. Но это было сделано. И, кстати, как и ускоренная амортизация, несколько ускорено с 1,5 до 2 для российского технологичного оборудования. Да. Отлично. Все. Тогда, соответственно, поблагодарим всех за активное участие в наш, так сказать, рабочий полдень, можно сказать. Соответственно, спасибо нашему гостю. Спасибо, Анастасия Викторовна. На этом можно переходить к летнему перерыву. Август у нас традиционно считается месяцем больших потрясений и, соответственно, стандартно, как сказать, вопросы, что будет с долларом, что будет с финансовыми рынками и так далее и тому подобное. Они нас будут занимать, но наступит осень. И, скорее всего, в конце сентября или начале октября ждите объявлений. Будут новые вебинары на, так сказать, горячие и острые темы. Надеюсь, будет интересно и полезно. Еще раз большое спасибо. Хорошего отдыха тем, кто собирается в отпуск. Хорошего труда после отпуска тем, кто в отпуске уже был. Спасибо. Спасибо, коллеги. До новых встреч. До новых встреч.